Там уже больше 3000 подписчиков, поэтому надо идти что-то делать, надо снимать, надо тренироваться. Мяч. И кеды. Скорей, скорее, скорее. Друзья, я же не жду. Стой. Вот теперь можно идти. Двидимся, друзья. Ну что, друзья, дневник фристайлера вернулся. Сегодня будет не последняя обучалка, обещаю. И так, что же у нас сегодня в меню? Сегодня по просьбам всех, кто оставлял комментарии, а их было довольно-таки много, мы сделаем обучение по Alternative Homing Tuzani Around the World, что в переводе ахтад. Выглядит этот трюк вот так. Итак, начнем мы, как обычно, с подводящей базы. Что необходимо уметь для того, чтобы начать тренировать ахтад. Первое. Ваша база в ХТВ должна быть в районе 15-20, но как минимум, лучше больше. Для того, чтобы ноги работали более-менее быстро. Второй пункт. Необходимо научиться делать хотя бы одно РХТВ в другую сторону. Ну, одно это, конечно, я сказал, погорячился, но на количество их тренировать не стоит. Просто необходимо его уметь довольно-таки делать стабильно. Еще одно движение, которое поможет вам скоординировать ноги в воздухе и понять, как заходить на трюках ахтад. Это более упрощенная версия Alternative Tuzani. АТВ, это Ататов. Его на канале нет. Если хотите, чтобы я снял обучалку, пишите в комментариях. Ну, а Ататов выглядит вот так. Вот, как вы могли видеть, на Ататове есть такой заход в прыжок. То есть, вот это первое движение, которое необходимо понимать. Вы, если его поймете, то, в принципе, на Ахтатве не будет таких проблем. Ну и, да, в принципе, наверное, все по базе. Вот, но вы должны понимать, чтобы делать трюк Ахтатв, вы не должны быть совсем новичком. Потому что, если вы будете пробовать, там, не умея, ну, стандартно, там, комбо на 15-20 движений, то есть, ваши ноги будут немного болтать, вы просто потратите время даром. Вот, сначала мы качаемся, после этого постепенно учим более сложные трюки. Какой важный момент в трюке Ахтатв? Самый важный момент, наверное, я бы отметил заход на трюк. То есть, необходимо понимать, как нужно подбить мяч и в какую сторону, чтобы зайти на Ахтатв. И первый момент – это подбив. Сам подбив делается не как при чеканке перед собой, а немного в сторону той ноги, на которую мы заходим. То есть, если я делаю в левую сторону, соответственно, мяч нужно подбить немножко влево, к левой ноге. Соответственно, оборот будет делаться легче, и здесь останется довести мяч ногой. А, еще один момент – это быстрая постановка бьющей ноги. То есть, мы не просто подбиваем и медленно ставим ногу, а максимально быстро подбили и поставили. Раз, поставили, а мячик уже летит, чтобы сделать толчок на прыжок. То есть, если мы будем медленно подбивать, ставить, просто вы не сможете, ну, оттолкнуться, вы не успеете. Поэтому, подбив быстрая постановка и толчок с этой ноги, которую мы подбивали, на прыжок. Конечно же, я забыл упомянуть то, что необходимо перед тем, как вы будете первый раз там пробовать этот трюк. Конечно же, попрыгать просто, проимитировав движение ахтад. Вы должны понимать, что этот трюк довольно-таки опасный. И если вы смотрели видосы всяких блуперов, вы, наверное, видели, что очень много блуперов совершается как раз-таки при наступании на мяч, при таких трюках, как ахтад, ну и другие такие прыжковые, которые, трюки, которые, когда вы летите. То есть, такой режим полета, когда нет никакой опоры на земле. Вот, соответственно, все такие моменты я вам перечислил. Остается только тренировать. То есть, когда вы научитесь делать ахтад, первый, скорее всего, будет не такой ровный. Но это нормально. Дальше, дальше качайте хтв. Чтобы был ровный подбив, чтобы делать ахтад на количество, необходимо делать очень четкий подбив на ахтад в конце. То есть, доводить ногу на хтв. Вот, если у вас будет достаточно хтв в рекорде, если вы одной ногой потренируете хтв, ваш ахтад будет ровным и стильным. Ну и старайтесь подбивать на уровень пояса. Если вы будете подбивать выше, шанс, что вы наступите на мяч, будет очень велик. И я вам просто это не советую делать. Низко тоже не нужно подбивать на первых этапах, потому что, ну, тупо не хватит скорости ног. Поэтому оптимальный вариант на уровне пояса. Четкий подбив. Быстро поставили ногу. Толкнулись ей в прыжок. Этой ногой первой обводим. Вот. И сразу контролируйте, что вам ее нужно поставить. То есть, не доводите мяч до такой высоты, чтобы наступить на него. Обвели, поставили и довели. Но это все очень быстро происходит. Там доля секунды. Совместное движение. Одно слитное движение, которое вам дает результат в виде трюка ахтад. Ну, короче, ребята, что я могу вам сказать? Спасибо, конечно, за то, что подписываетесь на канал. Немножко увеличиваем конверсию наших видосов, просмотров. Постараюсь не пропадать. И снять еще одну обучалку. Всем хорошего настроения. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok